МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Вначале о самых главных событиях этого дня. Народов много, страна одна. Накануне подвели итоги республиканского конкурса с таким патриотическим названием. Никто не забыт. В Махачкаре прошел автопробег, в рамках которого его участники навестили ветеранов Великой Отечественной войны. Награда за труд и упорство. Как Ахиллес из Венинкента шел к самой большой победе в карьере, смотрите в нашем выпуске. Партия «Справедливая Россия» решила начать работу над законопроектом о ежемесячных выплатах семьям с детьми в возрасте до 18 лет. Парламентарии отмечают, что такая практика есть во Франции. Вместе с тем, инициатива вызвала широкий резонанс. Однако такая же реакция была в 2000 году на план по материнскому капиталу. Размеры выплаты и зависимости от текущего финансового состояния семьи пока не сообщается. Народов много, страна одна. Накануне подвели итоги республиканского конкурса с таким патриотическим названием. Мероприятие было организовано Министерством по национальной политике и делам религии Дагестана. В финал конкурса вышли творческие коллективы из разных муниципалитетов, победители предыдущих этапов в различных номинациях. О тайнах национальностей народов Дагестана на одной площадке расскажет моя коллега Алина Багилова. Конкурсанты представили зрителям и гостям свою национальную культуру, обычаи и традиции, которые передавались ими из поколения в поколение. Одна из номинаций – демонстрация своего подворья. Мы по максимуму постарались представить быт, традиции наших горцев. Такие праздники – это именно праздник национальной культуры – прививают любовь к своей родине, к своим традициям. Большим разнообразием отличаются столы с национальными блюдами. У каждого явства своя история, о которой местные жители рассказывают с особым трепетом и любовью. У нас это национальные блюда, называются ркачи. Они очень вкусные. Это у нас называется бахов. Когда невесту замужем выдаем, у нас обряд такой. Мы варим такую халву. Она очень вкусная и несена вместе с невестой. Мы представили тут традиционные блюда нашего села Аварцев. Это тыква, посыпанная орехами, кладезь витаминов. Тут абрикосовая каша. А вот тут горский суп, мух его называют, тут злаки. Помимо национального подворья были и другие номинации, которые призваны содействовать сохранению языкового многообразия. По словам организаторов, денежные призы получат абсолютно все участники. У нас есть то, что мы теряем. Есть то, что мы забываем. Это и наши традиции, и язык, и некоторые адаты. Сегодня то, что происходит в соседних странах, в Европе, нам говорит о том, что нам нужны такие мероприятия. Для того, чтобы знали, для того, чтобы помнили, для того, чтобы развивали и передавали подрастающему поколению. Алина Багилова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Благотворительный автопробег, в рамках которого молодежь навестила ветеранов Великой Отечественной войны, прошел накануне в Махачкале. Организатором выступил комитет по делам молодежи факультета управления ДГУ. Для факультета мероприятие стало доброй традицией. Оно проводится в целях патриотического воспитания и вовлечения молодежи в социально значимую общественную деятельность. Ребята подготовили для ветеранов продуктовые наборы. В условиях самоизоляции такие акции, конечно, требуют соблюдения многих условий. Все волонтеры были в масках и перчатках. Мы решили оказать какую-то помощь посильную, по заявкам наших ветеранов. Купили продуктовые наборы, пришли их поздравить с наступающим Новым годом, выразить свою благодарность в связи с тем, что они сделали в трудное для страны время. В Дагестане реализуется проект Республиканской школы социального проектирования. Он направлен на то, чтобы обучить молодых людей правильно формулировать свои идеи, в первую очередь на бумаге и реализовывать задуманное, получая государственное финансирование. Одно из таких мероприятий состоялось в медколледже имени Башларова. Со студентами говорили федеральные эксперты из Москвы и Астрахани. На завершающем этапе мы провели за этот год очень много мероприятий, даже превысили все показатели. Но, думаю, если есть спрос, мы готовы приглашать экспертов и проводить данные мероприятия все больше и больше, для того, чтобы наша молодежь реализовывала проекты и решала молодежные проблемы, и не только молодежные, но и вообще проблемы Республики и всего региона. Безусловно, это очень важно, нужно и актуально. Для молодежи открываются уникальные возможности реализовать свои идеи, проявить себя, вовлечь своих сверстников в реализацию тех идей, тех проектов, которые они хотят воплотить в жизнь. Около 200 студентов приняли участие в этом мероприятии. Их познакомили с основными этапами составления своего проекта и подачи заявки в различные всероссийские конкурсы. Встреча состоялась по инициативе женского центра «Гидаяд» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. В Махачкаре начал свою работу дискуссионный клуб «Фитра». Он направлен на то, чтобы поднимать и обсуждать наболевшие темы нашего региона. Инициаторы проекта намерены привлекать к дискуссии не только экспертов, но и молодых людей. На первой передаче участники встречи затронули тему роли имама Шамиля. Сегодня мы будем говорить о личности и роли имама Шамиля, истории Дагестана и России. Мы знаем, что в последнее время поднимается шумих вокруг имама. Кто-то его неправильно понимает, по-разному относится к нему. И мы пытаемся донести до нас, до зрителя, до нашего зрителя, YouTube-зрителя историческую правду. Это может связано быть имамом с другими событиями истории Дагестана. Да и наша современная жизнь, современная Дагестана, проблемы Дагестана максимально пытаемся быть на этой волне. Я просто удивляюсь, когда экспертами по Дагестану и Кавказу выступают люди, которые финансируют какие-то западные фонды, какие-то правозащитные организации, а ушки там находятся где-то за рубежом. И они иногда такое несут, такое, значит, и такие, значит, они представляются экспертами, не живя здесь в Дагестане и видя Дагестан через окошко своего смартфона, да, грубо говоря. Передачи дискуссионного клуба «Фитра» будут доступны в интернете. Этот проект реализуется при поддержке Министерства молодежи Республики Дагестан. Дагестанец занял первое место во всероссийском конкурсе по чтению Корана среди незрячих. Мероприятие проходило в режиме онлайн. Экспертное жюри принимало работы из Саратова. География конкурса помимо нашей республики охватила и Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, Чечню и другие регионы страны. Победителем в номинации «Чтение наизусть» пяти последних джузов стал выходец из села Годубири Боткельского района Магомед Абдул-Дибиров. Всероссийский конкурс проходит уже в пятый раз. Организатором выступает Коранический центр «Зейд бин Сабит» и Духовное управление мусульман по Волжье. Герой нашего следующего сюжета – боец ММА Расул Магомедов. В начале декабря 30-летний спортсмен стал первым обладателем пояса Лиги ИГЛФС. Как «Ахиллес» из Ленинкента шел к самой большой победе в карьере, узнаем в сюжете Курбана Рагимова. Ему слова. Работа на лапах, техника доведена до автоматизма. Каждый день Расула Магомедова начинается с утренней тренировки. С последнего боя прошло только две недели, но надо быть готовым к любому развитию событий. На турнире ИГЛФС в Москве миксфайтер по прозвищу «Ахиллес» одержал свою самую громкую победу. В захватывающем по накалу пятираундовом поединке он отобрал титул у Жоры Айвазяна. Этот бой утвердили еще около года назад, но встреча четыре раза срывалась по разным причинам. Самое трудное было вот это ожидание, нагрузка, постоянно себя держать в форме. Психологически это уже надоело, накопилось. Хотел выплеснуть всю эту подготовку, то, что готовился. И чтобы облегчение уже было. Мы думали, он будет, наоборот, агрессивнее работать. А то, что он, наоборот, не агрессивно работал, постоянно отходил, план изменился у нас. Приходилось его долго вытягивать, ждать момента. А так мы рассчитывали, что он будет постоянно проходить, на нас переть и встречать его. Без поражений не бывает больших побед. Эти слова напрямую отражают карьеру Расула в ММА. Два неудачных боя в самом начале не сломили его волю и желание. Яркий ударник попробовал себя почти во всех ведущих российских лигах. Выступал с переменным успехом, рассказывает тренер и друг Мусан Урулаев. Но упорство и терпение привели в итоге к победам. Сколько я Расула знаю, в этом парне, первое, что у него есть, это потенциал. Он трудолюбивый парень, с большими амбициями, не любит уступать. Видно, что этот парень пойдет далеко. Желание добиться успехов именно в спорте у этого парня, можно сказать, я видел. Ну, в других ребятах я этого не видел. После череды побед на крупных турнирах на Магомедова обратили внимание и поддерживают в московском клубе «Крепость». Но основную часть подготовки к боям Расула проводит в родном зале. Это первый ММА-клуб в Ленинкенте. Своими силами и при помощи друзей энтузиасты буквально подарили спортзал своему поселку. Ежедневно здесь тренируется порядка 500 человек. В основном это дети. Для них всех Магомедов – живой пример. Не у всех есть возможность ездить в город, тренироваться. Поэтому мы как бы акцент делали, чтобы именно здесь в поселке что-либо открыть такого разных направлений, что не хватало нам лично, да, когда вот мы были маленькими, то, о чем мы мечтали. Я думаю, Расул для этих молодых ребят – это в первую очередь наглядный пример. Я думаю, эти дети, видя его, мотивируются и хотят тренироваться. Даже вот сейчас мы там стояли, молодой парнишка сейчас к Расулу подходит и говорит, я, говорит, хочу стать таким же, как и ты, говорит. Ну, конечно, Расулу тоже это приятно, и нам приятно, да. И Расул тоже ему говорит, будешь тренироваться, пахать, будешь таким же. Говорит, даже лучше будешь, молодой человек. Расулу уже 30, но для него пока все только начинается. С мотивацией полный порядок. Впереди большие планы. Есть желание попытать счастье за океаном в сильнейшей лиге мира. Как Хабиб говорил, что чемпионы этой организации, кто несколько защит сделает по контракту, будут продвигать UFC и будут показывать ИСПН канал в эти турниры. Я думаю, это большой прорыв. И можно будет, есть шанс попасть в самую лучшую лигу. И еще больше замотивировало меня. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это вся информация на сегодня. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин